МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При базе общегосударственной, федеральной, ведомственной привлечения, набора, приема и обучения иностранных граждан в общем-то, логично появилась у нас новая работа. А давайте посмотрим, что на уровне вуза делается. Сегодня коллеги выступали и в ходе ответов на вопросы, в общем-то, слушая ответы на вопросы и предварительное обсуждение того, в каких условиях осуществляет вуза Российской Федерации привлечение и набор иностранных учащихся, у меня возникло подозрение, что я до сих пор неверно оценивал наше законодательство. Я честно и наивно старался в нашем законодательстве найти, искать и найти то, что нам помогает это сделать. Хотя, какая-то свежая информация о том, что некто из федеральных чиновников говорит о том, что зачем вы бюджетные деньги тратите на странцев, наверное, это было сказано в каком-то запале и, наверное, это может быть, этот чиновник так не думает. Но, во всяком случае, основные тенденции развития нормативной базы, которая позволяет нам заниматься привлечением иностранных учащихся, выглядит создание благоперриятных условий для привлечения, набора и обучения иностранных учащихся. Для нас закон об образовании настольные книги, и, в общем-то, в данном законе содержится основное, базовое, что нам позволяет нашу работу выполнять. То есть, основные положения по организации приема и обучения ст. 78 сформулированы. Вопросы признания, в общем-то, впервые переведены в практическую плоскость. И, может быть, мы, наконец, дождались на децентрализованной системе признания, и 40 вузам, в общем-то, очень сильно повезло, поскольку они имеют возможность самостоятельно вести эту работу. Возможность получения образования на иностранном языке, допускаются сетевые формы реализации образовательных программ, то есть все, что входит в обеспечение деятельности и привлечения, и обучение иностранных граждан. Хотя, конечно же, и в законе об образовании больше мест, где мы вынуждены искать места, где не запрещено, и меньше мы находим там, что прямо разрешено, особенно в порядке приема иностранных граждан. Это заметно. Фрагмент, который касается приема иностранных граждан, он с каждым годом как-то ужимается, ужимается. Но, слава богу, остаются пункты, где говорится о том, что решение некоторых очень важных вопросов отдаётся на отпуск учебным заведениям и на отпуск локальным нормативным актом. Ну, касается сроков приема документов, сроков приема экзаменов и так далее. Далее. Вторая компонента развития нашей нормативной базы – это создание блокопереративных условий пребывания иностранных граждан Российской Федерации. И тут, в общем-то, ключевой такой нам показался документ «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации». Документ, как-то о нём мало говорят, но вот в этом документе впервые было введено понятие образовательной миграции. В этом документе содействие этой образовательной миграции было включено в перечень базовых задач государственной миграционной политики. И в этом документе, в общем-то, намечены конкретные мероприятия, читать которые просто сплошная радость. Это как раз для нас написано. Создать миграционные преференции выпускникам российских вузов, вплоть до приобретения гражданства. То есть привлекайте – не хочу. Увеличение контингента наборов прямо задач ставится. Здесь ставится задача привлечения участников из Содружества независимых государств. Ну, наши 75% студентов из стран СНГ – это наши стабильные цифры последние 10 лет. Вот, что бы мы ни делали, у нас получается четверть дальней зарубежья. Основные программы я подчеркну. И три четверти ближней зарубежья. Мы с 2002 года начали наших друзей из стран СНГ рассматривать как иностранцев. Но, в конце концов, мы их убедили, что они иностранцы. И теперь они ходят только через нашу карьеру. Далее, задачи мероприятий по совершенствованию условий пребывания иностранных студентов – адаптация, страхование, безопасность. Все это важно. Более того, была даже некая государственная программа развития, улучшения условий размещения. Вообще, сейчас не помню, где это было расписано. Представление иностранным студентам возможности заниматься трудовой деятельностью. Вот, значительная часть этих мероприятий уже реализована. Вот этот документ «План мероприятий по реализации» «Посстановление правительства Российской Федерации номер 1502-Р распоряжение». То есть, увеличение квоты на образование иностранных граждан. Было такое мероприятие намечено, оно выполнено. Ну, наверное, у победы много родителей. Увеличение квоты – это и заслуга Миноборнауки России, и, может быть… Ну, документ президентский. Значит, все поучаствовали в этом документе. Разрешение иностранным обучающимся заниматься трудовой деятельностью. Практически, если не идеальной, то близкие к идеальным созданным условиям, как мне кажется. Я как человек, общающийся каждый день с иностранными студентами, в общем-то, считаю, что эти возможности уже достаточно широкие, богатые. И облегчается внутрироссийская академическая миграция в последние годы. Что нас может ожидать в будущем в этом плане? Ну, вот в Госдуме лежат два законопроекта. Один из них предлагает расширить круг программ, в рамках которых можно будет продолжать обучение, не выезжая из Российской Федерации. И более радикальное предложение в предоставлении возможности получать разрешение на временное пребывание иностранным студентам без учета квоты на выдачу таких разрешений. Вопрос достаточно сложный. И в рамках тех процедур, тех регламентов, которые существуют по выдаче этих разрешений и контроля за этими разрешениями, пока не видно, что жизнь вузов или иностранных граждан станет проще. Хотя идея замечательная. Один раз за весь период учебы решить некоторые визовые вопросы, выдав иностранному учащемуся разрешение на временное проживание. Наверное, это должен быть какой-то другой документ. Но последние изменения в миграционном ведомстве, наверное, этот процесс застокорит, поскольку МВД – это всё-таки больше контроль и не пущать. Посмотрим. Мы жили уже с миграционной службой, которая входила в состав МВД. Но первое появление МВД в этой структуре кончилось с тем, что на радостях они у нас нашли в общежитии иностранного гражданина, находящегося в международном розыске, не стоящего в миграционном учёте. Правда, переврали фамилии, человек на учёте стоял, про международный розыск ничего не знаем. То есть нас ждут замечательные времена. Хотя сигналы сверху, сигналы из центра. Президент на встрече говорил о том, что… Ну, это очевидно министерская заготовка ответа. У нас учатся много иностранных студентов, в том числе и на стипендии Российской Федерации, но в основном учатся по контракту. Значит, кто-то прочитает этот сигнал, работал над тем, чтобы привлечь больше контрактных студентов и сократить количество бюджетных. Ну, и председатель правительства начал говорить об ужесточении миграционного контроля. Ну, оптимизм это не очень вызывает, но мы затаились, мы ждём, как это у нас будет в этом году. То есть этот год будет сложный, поскольку все наши замечательные планы с таблицами, со схемами, с графками по регионам привлечения могут пойти известно куда. Без лирики, без там этих… Нет, всё, лирику заканчиваю. Перехожу к нормативной документации. А так ещё не приступили даже. Я не останусь, у вас две минуты. Хорошо. Значит, внутренний регламент, база университетская, она, в принципе, призвана, позволит нам решить две задачи. Реализовать то, что есть у нас в общих нормативных актах, ну и организовать взаимодействие подразделения университета по решению этих общих задач. Выбирая объём типовых материалов, ну мы исходили из того, что регламентировать можно всё и вся. То есть вот весь этот процесс привлечения, который здесь расписан, но касается всех сторон университетской жизни, естественно, можно было бы включить в типовой регламент все-все-все на свете материалы, которые есть в университете регламентные, что было бы, наверное, неправильно. Поэтому мы ограничились теми аспектами раб деятельности, которые работают непосредственно на главную задачу – на увеличение цифры – число, доля. Значит, в первую очередь это документация, посвящённая созданию и функционированию службы привлечения. Далее – документация, посвящённая взаимодействию с внешними агентами по набору иностранных обучающихся. Далее – организация деятельности по оценке признания иностранного образования и квалификации. Менее. Ну и создание и реализация программ грантовой поддержки иностранных обучающихся. Если останется время, я прокомментирую, почему мы включили. Сюда, хотя это на цифру, может быть, и не очень работает. И далее – документы, касающиеся приёма и обучения иностранных граждан, документы, регулирующие процесс адаптации. Ну, в конце концов, при обучении, при бывании иностранных граждан цель университетской деятельности. Ну, в наших материалах, во втором томе, есть некий документ, который называется «Положение об обучении иностранных граждан в университете». Эти системы должны существовать, они являются сильным фактором привлечения. То есть, хорошо принимаем, больше едут. В комплекте материалов, в первую очередь, речь идёт о подразделении, которое занимается привлечением. Если потрогать любого сотрудника международной службы, там поскребёшь русского, найдёшь татарина, а здесь поскребёшь сотрудника международной службы, найдёшь работника деканата, да, который привык делать от и до. Начиная, встретил с чемоданом, привёз, и потом отправил, в конце концов, домой. Отдел привлечения и набор иностранных учащихся, который сейчас фактически у нас состоится, с 60 человек, четыре года назад функционально был объединён в лице одного человека. То есть, объём работы увеличился практически по трудозатратам в шесть раз за эти четыре года. Ну и результаты были такие. Естественно, тот отдел, который создан в нашем университете, создан в рамках международной службы университета, поскольку мы все выходим, мы вышли из пелёнок, где, ах, это иностранец, идите-ка вы в деканат, идите-ка вы в международную службу, идите-ка вы сейчас в департамент внешних связей. То есть, это те подразделения, которые знают все стороны этой работы, и поэтому не случайно этот отдел возник в рамках международной службы, хотя само привлечение и набор иностранных граждан, в общем-то, и построение работы университета учитывает то обстоятельство, что у нас вообще-то две категории иностранцев. Иностранцы, поступающие на общих условиях, обращающиеся в приёмные комиссии, и иностранцы, для которых не писан порядок приёма, для которых 20 июня – это пустой звук, для которых начало учебного года – это тоже пустой звук, поскольку, извините, мы ещё документы не получили и так далее. Но, во всяком случае, департамент внешних связей в лице отдела привлечения у нас является неким координирующим подразделением, подразделением координирующей деятельности всего университета. Поскольку информационная деятельность, которой занимается университет, она получает в том числе и финансовое воплощение в виде СМЕД и в результате деятельности департамента внешних связей. То есть департамент, отдел привлечения и набора составляет СМЕД участия, составляет план участия университета в различных информационно-рекламных мероприятиях за рубежом и привлекает к этой деятельности все подразделения университета. Хорошо. В конечном счёте, деятельность этого подразделения сводится к тому, чтобы довести иностранного абитуриента до регистрации в одной из трёх возможных сетей. Буду студентом. Это наш контингент из Ближнего Зарубежья, которого мы тихонечко выводим на вступительные испытания, проводимые приёмной комиссией или отборочные мероприятия, которые проводятся отдельно в странах СМЕД. Подача иностранного абитуриентом заявления, оформление официального приглашения. Это делается через онлайн-систему подачи заявок, которым администрирует отдел привлечения. Ну и они нам пишут, мы хотим за деньги государству обучаться. Ну вот в этом году появился вот этот механизм учись в России, Россотрудничество, где они имеют возможность регистрироваться. Раньше мы пытались только обращайтесь туда, вот вам телефон, вот адрес какого-то конкретного представительства. Может быть, это и сработает, но результаты будут понятны на будущий год. Далее, документы регламентирующие работают с внешними агентами. Этих внешних агентов много, но из всех тех, из всех наиболее взаимодействия с рекрутингом агентами требует регламентация, поэтому здесь из этой группы мы включили только договор о взаимодействии с рекрутинговыми агентствами. Далее, документы по организации оценки признания иностранного образования. Достаточно большой пакет. Мы в организации этого процесса являемся учениками Евгения Васильевича Шевченко. И, в общем-то, 15 лет назад мы отправили первых наших специалистов для получения квалификации. Вот дождались, что эти люди у нас занимаются... Основным видом деятельности является признание. Ну и в материалах мы использовали нормативных рекомендации, материалы, которые получили в Петербурге. Далее. Грантовая поддержка. 20 секунд. Последний. 20 секунд. Денег мало. Поэтому привлекать нечего. То есть цифру нам не даст. Цифру не даст. И здесь уже зависит от цели университета. 20-30 человек нам погоды не делает, когда нам нужно 1600-1800. Это как изюминка на торте. Вишенка. Есть программа «Хорошо»? Может быть, привлечённая. У нас есть своя программа, но мы взяли нормативную документацию Томского государственного университета. Она нам показалась более такой гибкой, интересной. Смотрите, если будете смотреть. И я ещё говорил о том, что положение об обучении, положение об адаптации, эти документы, в принципе, особенно первое. Для прокуратуры важно. А есть у вас положение об обучении иностранных государств? Долгое время у нас не было. И сейчас почти ещё нет. Но, с другой стороны, 10 лет мы без этого положения жили, а её служба на вопрос. Давайте мы сделаем такое положение. А зачем вам это положение? В федеральных документах всё есть. Наверное, в федеральных документах нет вот этой связи между ними. В том варианте положения мы попытались некоторые проблемы, пробелы восполнить для практической работы. Так, коллеги, большое спасибо. Всё. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы по ходу таймничного свидания. Ну, давайте быстро. Два вопроса. Да, у меня вопрос такой. Значит, то федеральный документ 115-й ДСМ достигнулся с 50-го и января 16-го года и опять 1-й год в 7-й год. Значит, они мы говорили следующее. Что срок временного пребывания Российской Федерации иностранного гражданина при переходе с одной профессиональной образовательной программы одного уровня на другую программу и еще к государству приеденции продлевается до кончета сфотографии. Таким образом, получается, что вот эти новые изменения говорят нам, что перевод с одной образовательной программы в другую действует только для основных образовательных программ. Получается ли так, что человек, учащий в благотворительное отделение вот сейчас, в этом году, обязан выехать, получить новое приглашение и уехать обратно в Российскую Федерацию? Это первый вопрос. Второй вопрос. В этих изменениях непонятно, на кого распространяется эта изменения. На все категории или только на коммерческих студентов? Потому что возники, мы знаем, имеют направление сразу на подпад и последующую образовательную программу. Можете прокомментировать? Да, могу. Значит, это та категория федеральной нормативки, которая может быть проверяющим органом истолкована и так, и так. Случится какая-нибудь проблема? Случится вселенский контроль? Наши миграционные службы, во всяком случае, в Казани скажут, ребята, забудьте, что мы вам советовали. Вот приезжает к вам учиться на подфакт, включайте с ними договора. Подфакт плюс основная образовательная программа. Мы это делаем. Далее, в прямом общении с миграционной службой мы эти вопросы, конечно же, ставили и в ответ получали. Ну, аккредитованные программы. Они говорят, дайте нам некий список аккредитованных программ, подготовительного факультета. Хотя, здесь есть один момент. У нас есть список вузов, которые имеют право на подфаке обучать на средства бюджета. Мы дали нашей миграционной службе эти подфаки. И вот на эти подфаки они будут нормально реагировать. Во всяком случае здесь, в Казани. Пока не пришел новый начальник. Да. Это тоже больная тема. Дело в том, что у нас есть тоже бюджетные места, но мы не распределяем эти бюджетные места. То есть, скажем, есть конкретный человек, который хочет к нам приехать, пройти через подфак, и есть конкретный факультет, на который он хочет поступить. Насколько я понимаю, мы не можем гарантировать, что этот человек попадет на подфак именно к нам. И бывают ситуации, когда они приживаются, даже если университет, на наш взгляд, существенно более низкого уровня, ну, просто переезжать на чужой стороне нам не хотят. Вот как-то вы обходите это? Мы не стараемся обходить эти вещи. Есть решения межведомственной комиссии, которые, положения и рекомендации, которые мы, например, в наше положение включили. И здесь, как мне кажется, нам важно определить правила игры, да, и важно, чтобы и минуважские чиновники в данном случае тоже сказали, не допускается перевод после подфака обучения не в том учебном заведении, куда его направили год назад. То есть фронтально, раз ты туда заберешься. да, даже письмо было достаточно жесткое, выбор небольшой, или идешь, учишься по направлению, или отправляешься домой. Правда, в прошлом году, когда мы в этой ситуации не инициировали никаких переводов, но мы ждем, когда министерство прореагирует на обращение посольств. Здесь иногда министерство оказывается добрее. Во всяком случае, последний коллектив министерства. И в прошлом году значительное количество особенно аспирантского уровня поехали в новые вузы. Ставлю вопрос следующий. Спасибо. Да, я все инический вопрос делать в вашу математику отчасти знакомиться. Она об... Спасибо. И вопрос ко всему департаменту задавайте. Не лично к вам, а департаменту. Вы представляете... Ладно, хорошо. Вы сказали, что 70% студентов из общего набора СНГ... Из общего количества обучающихся. А вы двойное гражданство считаете как иностранцы или как гражданство? На это есть нормативка жесткая достаточно. В отчетах ВПО двойное гражданство показывают как граждан Российской Федерации. Единственное затыка возникает с фиксацией гостников. У нас 20 человек, которые по гослинии приехали, но имеют паспорта граждан Российской Федерации. Вот здесь мы включаем их в состав иностранцев по стране прибытия. Таких 15-20 человек. Статистика это сильно не портит. Бюджетная дисциплина по-моему тоже не очень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok